Красный Крест, Гринпис, Всемирный фонд, Дикой природы. Это все примеры организаций, которые в одних странах называются неправительственными, в других – добровольными, благотворительными, неприбыльными, ну а в России – некоммерческими общественными организациями, сокращенно НКО. Как такие организации могут получить поддержку государства и средства на свои проекты? Об этом мы сегодня поговорим с руководителем аппарата Общественной палаты Чувашии Татьяной Николаенко. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Давайте сначала проясним зрителю, какие НКО существуют в Чувашии, чем они в основном занимаются, какое у них направление? Вообще официально в управлении Минюстов по Чувашской Республике зарегистрировано около 1400 некоммерческих организаций. С каждым годом их численность просто варьируется незначительно. Категории различные, то есть это и религиозные, политические партии, все мы понимаем, что это все НКО, это и профсоюзы, это и правозащитные организации, и благотворительные фонды – все относится к НКО. Однако мы должны понимать, что нас больше всего привлекает это социально направленное НКО, которых из этого числа можно выделить, наверное, где-то около 600. Социально направленные – это какие, например? Это организации, деятельность которых направлена на защиту прав граждан, животных, то есть те категории граждан, которые наиболее-менее защищены у нас. – Предположим, есть организация, у которой есть интересный какой-то проект, задумка, идея, как они могут заявить о себе, как могут получить какую-то помощь государственную? – Любая НКО помощь может получить, выиграв определенный грант. Существует несколько видов грантовых конкурсов – это и республиканские, и городские, и федеральные грантовые конкурсы. Грантовый конкурс подразумевает не только денежную помощь, это может быть помощь или льгота в имущественном пользовании, например, в здании земли или что-то. Это может быть информационная поддержка, и, естественно, это денежные средства, которые даются безвозвратно и просто необходимо правильно отчитываться. – В таком случае общественная палата какую роль играет в данной ситуации? За последнее время общественная палата очень активно началась проявлять именно с созданием аппарата. У нас появилась возможность собрать наиболее активные НКО республики, то есть, как оказалось, у нас их не так много. По прозвону оказалось, что НКО у нас зарегистрированы, но не действуют очень много. И мы выделили где-то около ста организаций, которые активно участвуют в тех или иных грантах. Общественная палата в данном случае является неким коммуникативным органом, коммуникатором всей их активности. То есть мы выискиваем эти грантовые конкурсы, информируем, делаем рассылку по НКО, проводим для них обучающие какие-то семинары и консультации по правильному оформлению заявок. – Сейчас мы слышим такое выражение, как президентские гранты. Что вот это такое, как его можно получить и какой объем финансирования? – Последние несколько лет очень активно и внимательно правительство Российской Федерации в лице президента нашего Владимира Путина уделяет большое внимание развитию некоммерческого сектора. И в последние годы им оказывается финансовая поддержка в виде выделения так называемых президентских грантов. Каждый год распоряжением президента России подписывается распоряжение о выделении некой суммы, которая направляется на помощь и поддержку некоммерческого сектора. В прошлом году на эти цели было выделено 4,2 миллиарда рублей. Проведенные конкурсы, они проходили в три этапа, позволили выиграть НКО около 1400 по всей России, получили финансовую поддержку, президентские гранты так называемые. – Ну, ты правильно понимаю, нужна идея какая-то, которая важна для государства. Это какой-то хороший план реализации этой идеи. Наверное, это еще все-таки большая часть документов каких-то, которые нужно грамотно заполнить. Вот здесь людям, которые, например, не связаны с юридическим образованием, кто им может помочь? – В данном случае, вот созданный аппарат Общественной палаты, мы проводим консультации, у нас имеется такая возможность. Мы активно получаем поддержку от Общественной палаты Российской Федерации в этом смысле. У нас есть Центр поддержки НКО при Торгово-Промышленной палате, который поможет нашим НКО именно в оформлении финансовых документов. Сейчас мы организовали, на следующей неделе, 5 апреля, у нас состоится семинар-совещание, на который приезжают главные координаторы грантовых программ, общество знания и эксперты Общественной палаты, которые подробно расскажут, что это такое, как в нем участвовать, какие приоритетные направления могут быть признаны именно грантооператорами именно в этом году, и расскажут, как правильно, вот до мелочей, как писать, где ставить точку, где запятую, как правильно оформлять финансовые документы, потому что НКО должны понимать, что за каждую копейку им придется отчитаться, и что эти деньги будут направлены именно по той заявке, которую они дадут. Ну, чтобы показать НКО, который, может быть, сейчас смотрит нас представителям, да, что грант действительно получить возможно. Может быть, приведем какие-то примеры некоммерческих организаций, которые уже получили у нас какие-то интересные? Да, у нас в прошлом году от Чувашеской Республики вообще в трех этапах было подано 74 заявки, семь из них стали победителями, и общая сумма у нас составила более 9 миллионов рублей поддержки оказана. Значит, какие у нас организации выиграли, да, у нас Союз Женщин Чуваши в нескольких этапах участвовали, они получили грант порядка полутора миллионов рублей. Это проекты, прежде всего, направленные на поддержку семьи, детей. Ну, есть организации, которые получили достаточно маленькую поддержку, но, наверное, это были проекты менее глобальные, менее амбициозные, я бы так назвала, да. Например. То есть, так, кто у нас получил? У нас Общее дело, например, да, получило поддержку. Совместно благотворительный фонд Союза Женщин они не сами получили, а совместно с Институтом гуманитарных наук они сделали проект, направленный на формирование у молодежи понимания, что такое семья. То есть, они проводят такие лекционные курсы именно со студентами буквально с колледжей 10-11 классов. Ну, вот такие вот примеры. Мы хотим донести то, что более активно, чтобы НКО к нам обращались. Обращались в общественную палату, в аппарат. И более активно участвовали именно вот в этих семинарах, которые мы организовываем. Сейчас мы видим, конечно, у нас сейчас уже более 80 участников записалось на этот семинар. Это очень хорошо, с учетом того, что первый раз эксперты московские к нам приезжали где-то в 2012-2013 годах. Была ужасная активность, буквально пришли 20 человек. И понимаем, что люди не стремились вообще нигде участвовать. Странно, это ведь, наверное, не потому, что у людей наших нет каких-то амбиций или каких-то идей, или стремления помочь какой-то группе населения. Да, знаете, мы когда проводили такую аналитику и общались даже с более молодыми организациями, они как говорят, для чего участвовать, мы все равно проиграем. Понимаете, вот этот настрой говорит о том, что нельзя так себя строить. То есть нужно пробовать, нужно пытаться. Сейчас существует много форумов, которые проводит Общественная палата Российской Федерации. Те же форумы, сообщества, которые идут в каждом Привозском федеральном округе. Вот мы можем сказать, форум сообщества, прошедшего недавно в Перми, мы уже сообщали и делали пресс-конференцию. У нас выехало две организации туда, это Ассоциация автомобилистов и Организация «Я гражданин», которые амбициозно, они молодые, они приехали со своим, может быть, не до конца доделанным проектом, но они презентовались, их стремление было оценено, и они вошли в так называемый проект палаты, называемый «Перспектива». То есть эта поддержка молодых таких организаций, молодых проектов, она оказывается не финансовая, не обязательно она финансовая, она именно организационная, информационная, методическая. То есть в каждой из этих организаций будет проведено с ними обучение, приглашаться в корпоративный институт общественной палаты России для обучения, для того, чтобы показать, что данный их проект можно реализовать в нескольких субъектах. То есть помочь им вырасти. Ну и в любом случае это опыт, да, что человек участвует, пробует и понимает, что в принципе ничего в этом страшного нет и все возможно. Если мы себя не презентуем, никто о нас не узнает. То есть нужно участвовать, нужно ездить. Наверное, да, тяжело некоторым организациям, потому что нет своих денег. Многие из них существуют буквально только за счет членских вносов или спонсоров своих. Но нужно искать возможность. Если вот палата Чувашии выезжает, мы обязательно выезжаем на такие форумы. У нас есть возможность. Если вы готовы презентовать проект, мы можем вас взять с собой, понимая, что у вас нет финансов, например, туда добраться. Спасибо. Я напоминаю, мы говорили с руководителем аппарата Общественной палаты Чувашии Татьяной Николаенко. До свидания.